Всего за звание лучшего профсоюзного лидера боролись шесть человек. Не каждый для победы в этом конкурсе профессионального мастерства собрал себе команду поддержки. Иван Жарков подчеркивает, что именно от нее он зависит в большей степени. Лидер без команды – это никто. То есть лидер в любом случае по определению, он должен чем-то, лидером чего-то быть. Соответственно, я лидер своей команды. У меня группа поддержки, они же помогают мне в участии, в исполнении заданий конкурса. Они болеют за меня. Решение об участии в этом конкурсе Иван принял, не задумываясь. Мотивация молодого человека простая. Если не я, то кто? Для того, чтобы вести за собой, лидер должен обладать рядом качеств. И такие у Ивана есть. Во-первых, это ответственность. Потому что лидер должен быть ответственен не только за себя, но и за свою команду. Человек должен уметь работать в команде. Прислушиваться к своей команде, в первую очередь. Но в то же время, что отличает лидера от своей команды? Это то, что в нужный момент он должен все взять на себя. Конкурс на звание лучшего профсоюзного лидера имеет глубокие корни. История состязания насчитывает более десятка лет. Проекты, которые заявляют участники, не просто лягут в стол начальнику. Все они будут реализованы. И как пояснили организаторы, выявлять лучшего среди лучших. Они намерены не только ради призов и всеобщего почета. Таким образом формируется кадровый резерв градообразующего предприятия. Молодежь – это двигатель всего. И молодежь – это именно те люди, которые резерв и наше будущее. Поэтому, конечно же, выявление лучших из лучших – это всегда важно и нужно. Эти ребята не останутся за бортом после этого конкурса. Все они будут работать в своих подразделениях и будут привлекаться в работу молодежной комиссии. В этом году победителем конкурса стал Иван Погодин, представляющий АМЗ «Авангард». Вторым стал Михаил Балашов. И третье место поделили Виталий Алешкин и Иван Жарков. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.